Новогодних персонажей бесчисленное множество в разных народах и культурах. Бесспорно, один из любимых сказочных героев детей и взрослых – щелкунчик. Простая деревянная игрушка стала известной благодаря сказке Эрнста Гоффмана, но появилась она гораздо раньше, более 300 лет назад. С тех пор щелкунчик из обычного чербачка для колки орехов превратился в настоящее произведение искусства. Музей этих фигурок есть в родной для щелкунчика Германии, а в декабре выставка, посвященная герою, открылась и в Сарой, в Музее народной игрушки. В ней представлены экспонаты из частной коллекции Натальи Рыбиной. Я, поскольку увлекаюсь посткроссингом, посткроссинг – это обмен открытками. И познакомилась с девушкой из Рики, и как-то ее так вдохновила моя вот эта вот любовь к щелкунчикам. Она просто взяла мой адрес, поскольку сначала отправляла открытки, и прислала мне в коробочке настоящего щелкунчика деревянного, и это был вот мой первый экспонат. Та посылка положила начало большой коллекции. Пять лет Наталья собирала щелкунчиков. Сегодня в ее коллекции около двухсот экспонатов. Это и фигурки, открытки со сказочным героем. И книги. Приехали они из разных мест. Сложно собирать, пополнять коллекцию. Казалось бы, такой распространенный персонаж. Кто-то зайчиков собирает, можно тысячи экземпляров зайчиков найти. Котиков, собачек, щелкунчиков крайне мало. Они в основном популярны в скандинавских странах, Германии, Европе, а туда дальше уже никуда не пошло. Но, поверьте, нет ничего красивее нашего русского расписного щелкунчика. Никакие Эстонии, Германии или Австрии не сравнятся с нашими расписными. Выставка «Красавчик-щелкунчик» в Музее народной игрушки продлится до 15 января. Без возрастных ограничений. Телефон для справок 6-64-94. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.